Привет всем! Сегодня мы поговорим о том, можно ли заливать обычную жижу в подсистемы. И неважно, это будет джул, это будет лоджик, минифит или что-то другое. Да, на самом деле можно. Можно обычные жижи, не солевые, можно безникотиновые. Можно солевую с никотином или солевую без никотина. Также есть специальные жижи, которые рассчитаны для подсистем, на которых черным по белому пишут, что это как раз для подсистем. Лучше всего считается, что солевая жижа лучше подходит, нежели обычные какие-то. Почему? Потому что никотин в солевой жиже, он организма осваивается значительно быстрее и происходит насыщение этим никотином. То есть вот эти все бачки, они все-таки маленькие и за счет того, что в солевой жиже насыщение происходит быстрее, то есть вы быстрее чувствуете и менее парите. Это все теоретически. В комментариях также очень часто писали, что после того, как они, например, употребляли спиртное, они могут там часами парить. Будьте крайне осторожны, потому что в любом случае это все вредное, крайне вредное. Там есть и никотин, и все-таки неизвестно, как это все влияет на легкие, на дыхательную систему. Поэтому если вы не курите, не парите, ни в коем случае даже и не нужно смотреть это видео, ничего хорошего, поверьте, в этом парении и курении нет. Любая вредная привычка, на то она и вредная. Она пагубно влияет на весь организм. А если вы используете эти подсистемы для того, чтобы полностью отказаться от традиционного курения, то, конечно, в данном случае это, как говорится, из двух зол выбирать можно меньше. Итак, первым делом, что задают, какой вопрос задают, это то, что можно ли заливать обычной жижей. Можно. Соотношение там пропилен, гликоля, глицерину может быть 50 на 50, может быть 30 на 70, может 60 на 40. То есть в различном, вот здесь, например, 50 на 50. Здесь не указано. Скорее всего, тоже 50 на 50. Так, в данном случае, вроде тоже не указано. Посмотрим. В данном случае. Так, также не указано. А, нет, указано вот здесь 70 на 30. То есть, в принципе, по большому счету никакой разницы нет. Конечно, считается для подсистем лучше, когда 50 на 50, солевая жижа. Ну, то есть, это, опять-таки, все настолько относительно. Я вам элементарный пример покажу. Вот, посмотрите. Вот этот картридж я им парю вот с вот этой жижей. Заливаю сюда раз 5, наверное, точно. И вот еще одна, еще один картридж. Посмотрите, что там внутри творится. Это, это жесть какая-то. Скорее всего, это связано с тем, что туда добавили какой-то ароматизатор, который под действием нагрева в спиральке, он просто меняет свою структуру. Вот, будьте как раз вот очень осторожны с такой жижей. Потому что она действительно очень вредна. Следующий вопрос. Как быстро можно заправлять вот эти картриджи джул? Ну, можно вот так, ногтем прям сняли. Вот этот защитный колпачок. Далее взяли салфеточкой, достали вот эту резинку. Если вы будете заливать ту же самую жижу, которая уже была, тогда ничего промывать не нужно. Ватку менять в данном случае мне не нужно. Спиральку тоже, потому что мы видим, что все чистенько, аккуратненько. Поэтому мы просто заливаем. Это занимает буквально несколько минут. Все вместе. Сейчас вы увидите, что мы не только заливаем жижу, мы также сушим вот эти защитные фильтры, прокладки ватные. Итак, кто-то пользуется для того, чтобы поместить вот этот резиновый колпачок, высасывать отсюда воздух, еще что-то не нужно этим ерундой страдать. Единственное, что я рекомендую всегда, после того, как вы надели вот этот резиновый колпачок, вот в эту дырочку нужно подуть и снизу подержать салфеткой. Вы сейчас увидите, что оттуда будет выходить. В данном случае относительно немного, но хотя вот здесь пятно, не знаю, видно или не видно, но пятно есть. То есть, кое-что удалось выдавить. Вот сейчас видно в тени, видите, вот здесь более темное, значит жижа там все-таки попадалась внутрь этой трубки. Далее берем, достаем вот эти прокладки для того, чтобы их высушить. Эти прокладки очень важная деталь, запчасть, она не дает, чтобы жижа попадала нам в рот. То есть, все излишки вот этой жижи, эти прокладки, они впитывают в себя. Очень полезная, нужная вещь. Поэтому вот так просушили, поместили обратно. Зубочисткой отправили на свое место. Все легко и просто. Далее вторую прокладку также тщательно выдавили, высушили и отправили обратно. Вот таким вот образом. Просто поставили и защелкнули. Вот все готово, можно попробовать. Очень часто спрашивают, почему вываливается этот картридж. Он может вывалиться, если вот эти, видите, ограничители, вот такие выпуклые, они могут разъедаться со временем и, соответственно, уже не держат картридж как следует. Вставлять нужно до конца. Вот, например, мы поставили, он упирается. Нажали один раз, но видим, что сигнал, лампочка не загорелась. Значит, не до конца нажали. А вот сейчас, когда мы видим, что он моргнул, значит, все нормально. Проверить уровень заряда. Два раза щелкнули. Горит зеленым, значит, уровень хороший. Полная зарядка. Если горит желтым, значит, уровень уже средний. Скоро нужно будет заряжать. А если горит красным, это значит, срочно нужно заряжать. Итак, делаем затяжки и пробуем на вкус. Очень вкусно. Ничем не хуже, чем оригинальные. Кстати, вот таким образом можно проверить ваш джул на подлинность. Если вот так переливается в разные цвета, это значит, что у вас в руках оригинал. Итак, а мы переходим к следующему моменту, когда же все-таки эти картриджи превращаются в такое вот безобразие. Когда внутри вот такой вот нагар. Ну, честно сказать, я бы рекомендовал просто выкинуть. Обычно, если доходит до такого, я просто выкидываю. Но в комментариях часто пишут, что делать, если, например, рядом нет табачной палатки, лавки, где можно купить запасной. Ну, если нет другого варианта, что ж, будем чистить. Итак, первым делом также снимаем вот этот колпачок, достаем непосредственно вот эту резиновую крышечку. Далее нужно просто встряхнуть. Ну, лучше делать это над раковиной. Далее, после того, как вы избавились от лишней такой жижи, нужно вот выпрямить вот эти контакты. Они не сильно, не перетрудитесь, потому что если сильно их выпрямить, они могут просто сразу сломаться. Аккуратней попытайтесь вот таким вот образом, либо подденьте ножом, отверточкой. После того, как вы выпрямили, желательно прям, чтобы перпендикулярно было корпусу. И далее просто надавите с этой стороны и потяните, просто потяните с обратной стороны. К сожалению, мы видим, что в данном случае они отдельно вышли. Такое тоже бывает лучше, если выйдет со всей конструкции вместе. Вот как это все выглядит. То есть фактически развалилось внутри до того, как удалось достать. Теоретически можно, конечно, попытаться восстановить и далее уже вот собрать вот на этот держатель, помыть все, хорошенько почистить. Но с учетом того, что это все здесь застряло, ну или если хотите, давайте все-таки попытаемся. Первым делом нужно достать вот эти внутренности. Вот в каком удручающем состоянии это все находится. Ну и, конечно, сейчас нужно умудриться собрать вот эту грязюку, потом почистить, помыть. В любом случае, я рекомендую всегда сначала собрать, а уж потом попытаться помыть, почистить все. Так, собрать это, конечно, очень даже нелегко. Вот здесь есть специальные пазы, куда нужно попасть, и причем попасть одновременно. И левая, и правая должны попасть одновременно, что на самом деле крайне-крайне сложно. В предыдущих видеороликах я вам показывал, как можно доставать и чистить, если это все не разваливается. Ну, то есть, если развалилось вот так, то это, конечно, уже сложнее. Проще, в любом случае, проще, конечно, выкинуть и не париться, не тратить время на все эту ерунду. Ну, то есть, это действительно не очень-то и легко. Я бы сказал, совсем нелегко. Сейчас я попытаюсь ополоснуть хотя бы горячей водой, чтобы хоть видно было, что тут происходит. Тут, кстати, еще металлическая пружинка отлетела. Это, конечно, крайне-крайне неприятно. Вот, видите, вот она. Это спиралька. Вот, я просто ополоснул под горячей струей воды. Конечно, так больше не скользит в руках, но, собственно говоря, сложностей из-за этого меньше не стало. Вот нужно умудриться одновременно загнать и левую, и правую сторону. На фабрике, естественно, это все делает машина. Поэтому все значительно проще, нежели вот это все делать вручную, без пинцета. Поэтому я всегда рекомендую, если уж развалилась, то не стоит париться, просто замените и все. Вот как это все выглядит. А, главное, тут спиралька. Видите, какая она грязная. Поэтому, на самом деле, я вообще не вижу смысла это сейчас все обратно собирать. Потому что, если спиралька вот такая вот грязная, крезнющая, то это говорит о том, что в следующий раз, когда заправите, жижа будет также вот такая черная, чумазая, как и вот, собственно говоря, мы наблюдали вот в данном случае. Поэтому, скорее всего, собирать я ее не буду. Мы даже с вами сделаем вот такой вот эксперимент, чтобы вы поняли, что здесь находится. Ну, во-первых, давайте разломаем полностью вот эти детальки. Тут пластина, на которую вот насажена вот эта спиралька. Посмотрите, сколько гаря. Ух ты! То есть, это прям жесть какая-то. Вот почему. И, собственно говоря, жижа так сильно темнеет, чернеет. Сколько грязи. И самое главное, что ее просто так не почистишь. Вот эту гарь. Обычным подручными средствами. Посмотрите, вот эта ватка и вот на нем столько гари. То есть, это жесть. Поэтому это все нужно выкинуть. Собираем эту грязь обратно в картридж. Вот так выглядит сама трубка. С трубкой все легко и просто. Легко одевается, легко вставляется. Ну и, собственно говоря, сама спиралька. Очень часто показывают, что спиральку можно вот так вот намотать и, собственно говоря, собрать обратно. Теоретически, конечно, это все можно сделать. Но другое дело, стоит ли вот эта игра свеч. Собирать нужно наматывать, конечно, уже не на такую трубку, а на трубку побольше. И далее просто собрать и одеть. Вот таким образом. То есть, мы можем сейчас поэкспериментировать, чтобы далее было легко все. Хотя я не уверен, что даже после этого все будет легко. Потому что вот мы смогли все-таки с вами одеть одну сторону. Ну, теперь нужно вставить таким же макаром другую сторону. Без пинцета, конечно, это просто практически невозможно. Спиралька благополучно у нас отлетела. Ну, собственно говоря, ничего страшного. Нам-то нужно как раз эксперименты. Вот каким образом он вставляется. То есть, и главное, что это должно быть одновременно. Вот одна сторона. И, соответственно, следующая сторона. То есть, сама пластина фактически остается с внешней стороны. Вот-вот-вот. Все равно неудобно. Даже после того, как ты прекрасно понимаешь, как это все делается, все равно это крайне неудобно. Вот у нас получилось их одеть обратно. Но самое главное, что внутри должна быть, конечно, спиралька и ватка. Теоретически можно сделать, можно ее сейчас намотать. Даже, может быть, мы с вами попробуем. Почему нет? Спиралька у нас сейчас чистая. Прямо как заводская. Главное, чтобы не ломались вот эти пластины. Потому что самое главное, вот эти пластины. Вот именно вот здесь, в местах стыка. Я, например, эту заправлял уже более двух раз. Поэтому шансов того, что она прям сломается, очень много. И так как в данном случае сюда продевается спиралька, вы видите, что в пластине есть специальный такой прорез. Вот, кстати, он. Сейчас мы постараемся. Ох ты, это крайне-крайне сложно. Вот он прорез, как вы видите. И нужно умудриться туда впихнуть. Невпихуемое. А, не туда. Это, конечно, очень сложно. Я не знаю, либо должен быть микроскоп какой-то. Нет, я, на самом деле, наверное, не буду париться. Но, теоретически, в теории, мы с вами поняли, что это нужно вот продеть сюда. Далее собрать. Я, честно вам скажу, я думаю, что больше, чем уверен, что игра не стоит свеч. Ну, не стоит она того. Проще все-таки закупить иногда новые картриджи. И парить. Но, в любом случае, напомню, что вот то, что так чернеет жижа, это зависит все-таки от самой жижи. К сожалению, бывают такие жидкости, и неважно, солевые или не солевые, которые выделяют, в составе которых определенные красители, может быть, ароматизаторы, которые выделяют вот такие вот черные нагар. Пишите свое мнение в комментариях. Если есть вопросы, пишите вопросы. Делитесь этим видео и подписывайтесь на канал. Во-первых, в ближайшее время мы будем разыгрывать несколько лоджиков и джулов. То есть, у вас есть прекрасная возможность получить абсолютно бесплатно либо лоджик, либо джул. Для этого пишите несколько смешных комментариев. Делитесь этим видео в социальных сетях. Также указывайте вашу электронную почту в комментариях. Ну, конечно же, подпишитесь на канал. Нажмите на знак колокольчика, чтобы своевременно узнать, когда будет розыгрыш призов. Всего доброго. Пока-пока.